Всем привет! Прошло уже полтора месяца, как родилась моя доченька. Мы родились в конце июля. Пришло время, наверное, записать новое видео. Я хочу рассказать вам, какие вещи в моей сумке можно и нужно заменить. Также ответить на свои же неотвеченные вопросы по поводу, можно ли какие-то вещи в роддоме или нельзя. Почти все можно, в чем я сомневалась. И рассказать про некоторые лайфхаки уже с опыта полуторамесячного пребывания в статусе мамы. Ну что ж, поехали! Итак, первая причина, по которой я давно уже собиралась записать мое видео, это грудное обскармливание. Девочки, готовьтесь, изучайте досконально, потому что я шла в роды и не подготовилась так, как нужно было это сделать. Почему? В общем, да, первая причина — это накладки. Если у вас плоский сосок, если у вас втянутый сосок, особое внимание на свою грудь, и накладки в этом случае просто необходимая вещь. Это вот эта маленькая деталь из всей огромной сумки — это и есть причина, по которой я пишу новое видео. В моей сумке, в моем наборе была фирма Happy Care, и они такие вот круглые, большие. Вы знаете, я их, наверное, на третий день после выписки просто выкинула. И мы купили Philips Avent. Рассказываю, почему. Потому что те вот круглые, когда я давала ребенку, было впечатление, что как будто бы круглая вот эта вот штука, она забивает весь ротик. Маленький ротик, он просто был забит, она как будто бы давилась ей. А здесь вот такой конусообразный наконечник. И, во-вторых, материал — силикон. Здесь гораздо мягче, эластичнее и не отлипает от груди в процессе кормления. А вот в предыдущем видео в Happy Care достаточно плотный силикон, и она на раз-два отлетала. В общем, я выбросила их. Про грудное вскармливание. Да, я после выписки вызывала на дом расцеживать грудь, потому что грудь налилась и очень сильно болела. Хочу сразу сказать, что не доверяйте непрофессионалам расцеживания груди. Даже своей маме, возможно, которая скажет вам, вот мне тоже там когда-то там 20 лет назад расцеживали в роддоме, 20-30 лет назад. Я знаю, как это сделать, давай. Мне моя мама сделала, и было предельно больно. Я кричала, лила слезы, потому что, ну, действительно, это больно, когда делает непрофессионал. Она как будто бы разбивала окаменевшую грудь. Это все чревато тем, что вырабатывается адреналин. Адреналин гасит окситоцин. Окситоцин отвечает за выработку грудного молока, поэтому вы можете сделать только хуже. Пожалуйста, не доверяйте не специалистам расцеживания вашей груди. Вызывайте на дом, либо в роддом. Приезжают специалисты по грудному вскармливанию и очень мягко, вообще безболезненно расцеживают вам. Помогают и помогают наладить грудное вскармливание. Рассказывают про правильное прикладывание к груди. А это номер один вообще по важности вещь при правильном и безболезненном вскармливании. Вот. В общем, про накладки я рассказала. Далее. Про заживляющие средства для сосков. Это следующий вопрос, который вытекает логично. В моей сумке был вот такой бальзам. Его объем 50 миллилитров. Можно выбросить. Он мне помогает. Мне помог единственный бальзам. Точнее, даже это уже лекарственное средство. Вот такое. Пурилан. Я купила его в аптеке. Цена одинаковая. Около 15 рублей. Плюс-минус там 15-17. В общем, но сравните объем. Здесь 7 миллилитров, 7,5-50. Наверное, все-таки цена за объем имеет значение. Так как это ультра-чистый лонолин. И он действительно заживляет грудь. Буквально за полдня, за день. Супер. И еще хочу вам посоветовать облепиховое масло. Недавно совсем узнала. Мне посоветовала моя знакомая. Как супер заживляющее средство. Просто на ватный диск можно нанести. Приложить к груди. И выложить вот в бюстгальтер под прокладку грудную. Походить так. Тоже заживляет, снимает болевые ощущения. В общем, тоже супер средство. Из этого всего логично показать вам прокладки для груди. В первом видео в роддом я брала хэппи-кэ. Но мне они не очень понравились. Потому что там каждая прокладка была в своем пакетике. То есть поштучно. По-моему, нелогично. У вас две груди. Поэтому две прокладки в одном пакетике очень даже логично. Я сейчас пользуюсь вот такими Helen Harper. Мягкие, удобные, не очень дорогие. Примерно все в одну цену. Они идут около 8 рублей. В острове чистоты покупала. В общем, мне нравятся. И, пожалуйста, не жмите, не экономьте их. Потому что все-таки это ваша грудь. Она должна быть в чистоте и гигиенична. То есть, например, вы покормили ребенка. Где-то бюстгальтер там полежал в стороне. Все, выкидывайте эти прокладки и вкладывайте новые. Помажьте своей там мазью, если необходимо. И вкладывайте новые. Потому что, ну, это гигиенично. Дальше. Про грудное вскармливание и всякого рода пустышки, соски. Посвятите время, изучите по видео, либо почитайте. В моем видео была такая вещь в моем наборе, как пустышки. Рассказываю. Вот та чика и нук. Ну, к вам нам вообще не зашла. Потому что она оставляла такое вот покраснение вокруг ротика у малышки. И чем они не подошли. В общем, сейчас очень многие пустышки пишут. Ортодонтическая, правильная там форма пустышки. Силиконовая, со скошенной пипочкой. Нет. Консультант по грудному вскармливанию. Когда ко мне пришла, увидела эту пустышку и рассказала, что это неправильная форма. Если ты хочешь сохранить или наладить там хотя бы хоть что-то сохранить из грудного вскармливания, покупай идеально круглую пустышку вот такого плана. Как советские. Вот это вообще наша любимка. Она вот форма вишенка у нее. Показываю две, потому что в них есть небольшое различие. Я докупила еще вот такую бипс. Популярную, модную сейчас стильную пустышку. Но она немножко длиннее, чем наша любимая пустышка. И, возможно, она подойдет нам чуть-чуть попозже, когда дочка подрастет. Потому что, ну, пока длинновато. А вот это самая классная пустышка. Она стоит в районе 6 или 7 рублей в Буслике. Фирма Канпол. Польская. Вот. Но латексные соски нужно менять примерно раз в полтора месяца. Раз в два месяца максимум. Потому что латекс быстрее изнашивается. Он мягче, он приятнее ребенку, но он быстрее изнашивается. Поэтому нужно чаще менять. Вообще, по поводу пустышек, бутылочек и сосок, меня педиатры в роддоме ругали, что я дала сразу пустышку. Я не знала, что нельзя и не надо давать из-за как раз-таки грудного вскармливания. Но вообще уже потом у мам спрашивала, и они говорят, что я не вижу особого вреда в пустышках. Да, если ребенок взял, то нет проблем. Если не взял, то еще лучше. По поводу бутылочек. В роддоме я докармливала, потому что, опять же говорю, что у меня прибыло молоко. Я уже не понимала, что оно прибыло, но грудь налилась, побаливала уже. Но у меня был плоский сосок. У меня абсолютно не получалось приложить ребенка и покормить. Поэтому я докармливала смесью. Я брала в молочной кухне пузырек с молочком. И на посту выдают соски для докармливания. Вообще изначально мне дали ложку чайную и сказали, вот из ложечки давайте докорм. Честно говоря, я вообще до сих пор с трудом представляю, как можно новорожденному ребенку из ложечки умудриться допаивать. Посмотрите видео про докормы. И там есть способы даже докорм из шприца. Конечно же без иглы. То есть в уголок рта вставляется шприц. В общем, это отдельная тема. Либо можно отдельное видео записать. Я подумаю, буду ли я еще писать видео. Потому что времени с дочкой очень мало. Катастрофически не хватает времени на все. Либо сами изучайте видео и читайте. Про грудное вскармливание и правильный докорм. Отошла от темы. У меня в наборе была Philips Avent бутылочка. Да, очень классная. Мы пользовались ей долго. И до сих пор пользуемся. Они очень удобные, очень качественные. Хорошие бутылочки. Но потом я еще докупала и Chica бутылочка. У меня была не очень мне нравится. Из нее много протекает. Вытекает мимо ротика. В общем. Я нашла для себя вот такую любимую нашу бутылку. Фирмы Lowy. Супер. Вообще. У нее очень удобная соска. Из которой почти не протекает мимо молоко. Очень удобная. Вот здесь вот широкое основание. Которое имитирует, наверное, грудь. И ребенок правильно широко открывает ротик при кормлении. Плюс в колпачке есть вот такой носик. Если вы будете на смешанном вскармливании. Либо на искусственном. Вы узнаете, что можно и нужно давать чуть-чуть воды. Кипяченой. Холодненькой. Ну, в смысле, как холодненькая. Комнатная температура. Либо там подогрета. То есть не кипяток, конечно. Допаивать ребенка. И вот из носика якобы это очень даже неплохо делать. В общем. Такая продуманная. Бутылочка фирмы Lovia. Стоит около 10 или 15 рублей. И я очень довольна. Мы уже купили вторую. Чуть побольше объемом. Далее. Далее. Про пеленки. Я в своем видео показывала вот эту вот фирму. Dry Day. Но неплохие. Но поверхность немножко колючая. Для нежной кожи мне показалась грубоватая поверхность. Колючеватая. Поэтому мы перешли вот на такие пеленочки Happy. Они очень красивые с обратной стороны с рисунком. Там нарисованы какие-то собачки. И поверхность самой пеленки очень мягкая, комфортная. Поэтому мне нравится. Оптимальный размер 60 на 60. У нас обычный пеленальный столик не очень широкий. Если у вас шире комод или шире пеленальный столик, там можно брать и 90 на 60. Вот. Около 4 рублей в острове чистоты. Хорошая вещь. Далее я хочу рассказать про гардероб для малыша и для вас на время пребывания в роддоме. Итак, по поводу одежды я опростоволосилась. Потому что я рассказывала, что я купила в основном на 59 сантиметров одежду. И на нас все висело. Как мешок. Моя доченька родилась 51 сантиметр. Малюточка такая. Это в норме. И 3,380 у нас был вес. Но все комбинезончики, все бодики на нас просто висели. Они были большими. Поэтому на первое время и в роддом, и просто уже после роддома запасайтесь бодиками, комбинезончиками на 56 сантиметров. Потому что, да, ощутимо по размеру. У нас папа бегал, докупал сам 2 или 3 комбинезончика. И потом я еще докупала. Вообще в обороте у нас было на первое время около 5 комплектов. То есть 5 человечков на 56 сантиметров нам хватило. Один из них был тепленький, флисовый. Потому что уже были такие прохладные дни. И в конце июля, и в начале августа. Извините за технические неполадки. Так вот, уже были прохладные дни, когда мы надевали теплый флисовый комбинезончик. По поводу шапочек я хочу вам рассказать, что вот такие вот красивые, миленькие наши шапочки. Они, конечно, очень красивые. Но на первое время они абсолютно непрактичные. Почему? Они слазят вверх. Так вот, когда ребенок лежит, они поднимаются вверх. И ушки, получается, все наружу. Ну, на воздухе. Поэтому, чтобы было удобно. Вот такая вот обычная моя шапочка, которая в наборе была на всякий случай. Она оказалась просто незаменимой вещью. Просто затягивать вот эти шнурочки сильно не надо. Завязали слегка под бородкой. И все. Вот. Она очень удобная. Закрывает ушки. Я ее даже пододевала потом под такую махровую шапочку, когда был сильный ветер. И всегда надеваем ее после ванной. Закрывая все-таки ушки и голову первые хотя бы два часа. Плюс я докупила еще фланелевую шапочку такого же плана. И у нас таких шапочек, наверное, три штучки. Нам вполне хватает. Они быстро стираются, быстро сохнут. Поэтому вот эти шапки для новорожденных самые лучшие. Про антицарапки. Девчонки, все наоборот. Делайте, чем было сказано в моем первом видео. Я говорила, что некоторые используют носочки. Это чепуха. Носочки слетают просто неистово. Вообще не держатся. Держатся там 15 минут, и все они, в общем, будут сниматься. Они спадают. Плюс в том видео у меня серенькие антицарапки специальные. Но они, наоборот, оказались слишком узенькими. Туда неудобно просовывать ручку. Поэтому потом я купила три пары вот таких обычных антицарапок, в которые очень удобно входит ручка. И они хорошо сидят за счет вот этой вот резиночки. Плюс там удобно раскрыть ладошку ребенку. В общем, минимум три пары советую купить вот таких вот антицарапок классических. Далее, далее. Я себе написала небольшую шпаргалку, поэтому периодически в нее смотрю. Пересмотрев еще раз мое первое видео, я сама себе пометила, на что нужно ответить и какие моменты рассказать. У меня был вопрос, можно ли аэрозольный дезодорант в роддом. Можно. Мне никто ничего не сказал. Главное, чтобы было без отушек, без запаха. Но педиатр однажды зашла, сразу же после того, как я сходила в душ и помыла голову, у меня пахло шампунью в палате и пахло спреем для волос уходовым. Поэтому я не говорю, что запрещено. Конечно, пользуйтесь, ухаживайте за собой. Но если есть возможность, гель для душа без отдушки купить, либо с минимальным каким-то там мыльным запахом. И волосы после того, как вы помоете, сразу собирайте резинкой, даже влажные. Ну, просто так присобрать, чтобы они не лезли ребенку и не сильно пахли в палате, там, в комнате. Плюс у меня был вопрос про фен. Фен тоже мне никто не запретил. Я в день выписки, вообще я вот помылась и сразу подсушила феном, и у меня волосы были в порядке. Плюс в день выписки я сделала себе маломальскую укладку. И я косметику с собой брала, я подкрасилась в день выписки. И, конечно, вы и на фотографиях хорошо получитесь, не замученные, как будто бы с войны вернулись. И приятно встречать счастливую, красивую маму из роддома. Так, по поводу... Еще. Из нестандартных вещей в роддом. Понимание, этого вообще я нигде не видела, и это мой лайфхак. В роддом я заказала мужу привезти мне чай в термосе. Маленький термос, берите с собой. Да. У нас на коридоре, в коридоре стоял чайник. Я мало того, что заваривала себе чай, иногда он очень хорошо держит тепло. Вот, чай после родов, это просто напиток богов. Сладкий черный чай, он мгновенно вас удовлетворит и наполнит энергией. Плюс ко всему, на ночь я заваривала сюда просто чистый кипяток. И потом вот в чашечку я наливала горячую воду. И в молочной кухне, когда я брала пузырек с докормом, я ставила в теплую, ну, такую, не кипяток, а горячую воду, чтобы поддерживать температуру смеси. Вот. Плюс еще, наливая сюда крутой кипяток, я дезинфицировала соски от бутылочки. И обычную нашу соску кипятила, чтобы дать ребенку. И еще я из термоса наливала перед каждым наполнением смесью в бутылочку. Я бутылочку обдавала крутым кипятком, то есть дезинфицировала. Вот. Поэтому очень удобная и нужная вещь вообще и в роддоме, и до сих пор я пользуюсь. На ночь завариваю кипяток, чтобы не тратить время на кипячение воды в чайнике. Затем, что еще из необычного? Я вам посоветую взять с собой в роддом маленький ночник. Да. Я рожала в пятом роддоме, и там в правилах нахождения в палате было прописано, за что я оставила свою подпись, что я ознакомлена. Ночью должен гореть свет, то есть ночник. Но ночник в палате был очень яркий. Такая прям лампа над головой вот здесь у изголовья кровати. Она была очень яркая. Вообще как не ночник. Спать невозможно. Она мешала мне, она мешала моей дочке. И я потом, ну, я выключала ее и включала просто телевизор без звука. Он там шел до часу ночи, например. Потом уже начиналась вот эта решетка там техническая. Просто светилось от телевизора немножко света было. Но мы зато спали спокойно. Вот. Потому что, ну, вообще в темноте якобы запрещено спать в роддоме. Ну, такие правила. И еще касаемо одежды для себя и полотенец. Сразу про полотенце. Банное полотенце. Вы видели, что я брала комплект из трех белых полотенец. Мой вам совет. Банное полотенце не берите белого цвета. Потому что, ну, вы сами понимаете, после родов все-таки остаются еще следы. И где-то на одежде, на белье и, конечно, на полотенце. Поэтому лучше полотенце берите какое-нибудь темное, цветное и не совсем уж новое. В общем, приличного вида, но не новое. Чтобы было не жалко в случае чего. По поводу одежды для себя. Я все попрала по двое, две вещи. В общем, на четыре дня. Это стандартный срок пребывания в роддоме. Мне хватило. То есть две сорочки, два халата, два без галтера. Можно даже и три. Этого достаточно. Вообще, в конце я хочу рассказать вам в двух словах про роддом, в котором я рожала. Потому что у меня в комментариях спрашивали. У меня постоянно падает подставка под телефон. Поэтому я в двух словах расскажу о своем роддоме, в котором я рожала. Уже держа телефон в руках. В общем, в комментариях спрашивали, где же я рожала. Это пятый городской роддом. Мои впечатления самые лучшие остались. Я выражаю огромную благодарность ему персоналу пятого роддома. Особенно моему врачу и акушеркам. Я родила за пять часов. Это для первого раза идеальное время. И я считаю, что в этом заслуга немало именно врачей. И слава богу, я родила без эпидуралки. Я очень рада, потому что я действительно не хотела ее делать. Зная негативные последствия после эпидуралки. Все обошлось. И у меня есть моя дочка, которая радует меня каждый день все больше и больше. Я ее очень сильно люблю, конечно. Всем будущим мамам я желаю легких родов, позитивного настроя. Это действительно очень важно. И этот день перевернет вашу жизнь в лучшую сторону. Просто на 180 градусов. Будьте счастливы, готовьтесь к родам с удовольствием. И я желаю вам всего наилучшего. Спасибо, что посмотрели видео. Если у вас остались вопросы, задавайте в комментариях. Я оперативно на них буду отвечать. Всего доброго. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok